очень красивая креатива так то окей ребятки привет я дима этом асфект андромеда продолжаем проходить спустя хер пойми сколько времени но я надеюсь не шибко вас так направление с поверхность здесь непонятно непонятно пишет наверху но это наверно туда наверх подняться типа на пещерочки всякие тогда ладно тогда тогда поеду каяк активатор памяти памяти пометил ась подожди а почему два заданица отмечено какое у меня еще задание от меня еще один активатор память а дикон берет и отмечает 2 сразу ничоси какой умный ребятер опасно радиация нам она не страшно правильно правильно но по идее здесь тоже наверх надо хорошо наверх так наверх по моему это делается так немножко да нужно вспомнить все это делал мне думаю это быстро быстро мы сделаем так жучки и паучки не здравствуйте уничтожаетесь не сдавился что смысле ты не сдавится должен сдавиться я должен вас всех просто передавить не ну какого черта вы не сдыхаете то я не понимаю суши в натуре не вздыхаю вам тогда я выйду и начну истреблять все что на истреблялись все в натуре тут тут кто-то тетя кто-то тут ну-ка поближе ну где он вот ништяк так еще вспоминать предстоит как менять оружие я короче как по новой в игру зашел и я настрадаясь я уверяю так что если вы любите моменты когда я все-таки подстрадываю будет она будет тут совсем скоро и активатор памяти у нас забирается как ой-ой-ой тихо чуть был не упал вот дам игреком хорошо хорошо чтобы убрать оружие ну-ка сэм давай еще один ключ ага не вопрос не вопрос все найдем так подожди здесь вон она вон она смотри падла еще на на клин щад ну разочек то я промазал ой как красиво выглядит все это дело база новоиспеченная не тут конечно но вот это место очень даже прилично выглядит почему мне нравится так нам нужна машина 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 быстро ты здравствуйте где ты где ты это вон у машины трется каркин лови собак блин ничего себе влетаешь вообще бешеная короче волокна оболочки похоже очень полезная штука кто стреляет так хорошо не без такого сядем машиночку сядем ковчег и отправимся ну слушай тут я даже не знаю может тогда пока мы рядом не к активатору поедем все-таки а типа вот как куда-нибудь сюда что это же это же не задание получается план задание утраченный брат это мне мне кажется можно здесь рвануть направо куда-нибудь там поверху проштрудовать давай попробуем то здесь вниз не спускаемся поедем тут да 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 у нас есть цель но пусть короче живет пусть живет блин я уже соскучился по этой игре я вспомнил ту ненависть которая возникла у меня когда в нее играл изначально а потом я вспомнил примирение и блин она того стоила не выкуриваться бы случайно вот сюда вот нужно поместить амулетик хорошо давай размещаем а файда this is the spot where найджел макой wanted you to leave his и мы это сделали на память его брать круто плюс еще одно задание отлично это нам туда ехать а давайте мы все это дело объедем знаете по верху по верху почему нет здесь все это дело обдержается очень быстро но ускорение сейчас оп 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 рванем повышенный уровень радиации это опасно кстати смотри слева внизу прям дичь какая-то радиации как бы нам ой 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 они на первом уровне нормально зависла да игрушки немножко зови отлично уровень радиации опять на троечке так отсюда нам надо уехать уехать все нормально что ты там низкий уровень системы жизнеобеспечения слушай ну а как нам туда тогда давай вниз прыгать система жизнеобеспечения вообще поднимется нет просто мне кажется сейчас опять заедем туда где плохо все будет нам больно ну вот он пишет видишь наверх ехать не жить наверх ехать а как нам туда наверх попасть то так что с попадем давай пойду 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 сучка вот все супер ой мы сделали это ребят мы это сделали выходим слушай я постоянно хочу игрек нажать а игрек это эвакуация вот он блок памяти блок данных старший инженер пользователь старший инженер грейс лита новая запись это последняя запись я закрываю точку сбора дельта и объявляю эвакуацию завершенной больше никто не отвечает я поклялся им пауза продолжить хватит и я не сумела даже закончить проект который мог бы их спасти планета нас победила я смирилась отправлюсь обратно на последнем челноке наверное лягу обратно в криостас не стану зря тратить ресурсы вдруг это надолго но если будет возможность довести наше дело до конца я вернусь старший инженер грейс лита е-97 дюранга отбой конец записи окей рекординг инициатив крио идентификация е-97 дюранга чейф инженер грейс лита эвакуация у них там произошла у нас новое задание появилось я себя немножко чуть помню ниже опущу поговорить с эдисон и ее помощником алито но это вроде как на корабле да так что не буду я этим заниматься слушай а как бы нам сюда то искать активатор память ваш отец за боги мне кажется просто здесь полный трындец будет по блокам блоком памяти не по блокам памяти а по заражению и будет сложно что-то там сделать мне кажется туда мы как сможем попасть либо вот здесь сюда по верху проехать либо тут как-то все это дело обойти может быть рановато может быть все таки нужно метнуться на корабль потому что говорят со временем атмосфера будет становиться все лучше и лучше и радиация будет проходить все быстрее и быстрее так что может быть стоит отправиться уже на корабль ну горванули вниз а красота вот по ништякам вообще я думаю так и сделаем тем более что у меня с кораблем действительно траблинки с кораблем с машиной смысле куда это я куда это я не туда ну сюда быстрое перемещение да может быть эвакуироваться надо было нажать просто и все я уверен на корабле у нас будет предостаточно дел, безопасное состояние, радиация. О, система жизнеобеспечения поднимается в безопасном месте. Отлично. Объект один надежный. Да, видишь, там, где, короче, радиации вообще нет, система жизнеобеспечения поднимается, восполняется. Полный установлен запасов с дорогой, припасов, бла-бла-бла. Окей, давай я нажму извлечение на бурю. По идее, мы сейчас поднимемся как раз. Да, так и есть. Взлет идет нормально. Ништяк, товарищ, ништяк. На кухне. Вы профессионалы, я не буду babysat банка саймонс. Давайте поговорим о нашем успехе на Иосе. Более того, чтобы установить наш первый вибрационный отпуск, мы делали какие-то чудесные вещи. Мы обнаружили ремнанты и оброшли их vault. И не убили. Овернули радиацион поисновение. Несколько раз. И не умирали. Кет в каждом рамках. И снова, не убили. Вы действительно должны расти бара на поисновениям. Я тоже так думаю. Да, мы должны использовать Кроуган дефиницию успеха, который получил вашу вибрацию нубить от ваших людей? Ха-ха-ха. Несколько. Давайте сфокусим. Вновь к таскетке. Смотрим Вот моя вопрос. Когда мы сходим в следующем vault? Он выглядит активно. Мы должны сходить. А и правильно делаешь, ты напоминаешь, нехер им это забывать, я вот первый проходит. А что мы делать будем? Будем трудиться изо всех сил. Надо научиться ладить. Два варианта. Либо мы будем ладить, и у нас все будет хорошо. Либо мы будем трудиться, и мы тогда не поладим, я не знаю. Ну ладно, слушай, мне вообще похер, кто из них там, кому будет печеньки носить в постель. Так что будем трудиться изо всех сил, да? Да, мне тоже нравится. Да, я думаю, они тоже в поддержке, да? Если есть одно, что я знаю, что я могу сделать, то это правила. Ага. Никто не говорил, что правила правила. Пожалуйста, мы, пожалуйста, держим анаркию до минимума? Окей, давайте вернемся к Нексусу. КБ, Драк, Селекси для физического. Хорошая встреча, всем. Ага, очень неуверенно. Блин. Так, усилениями называются. Редкие материалы. Готовлю виткон. Угу, давай. Которые можно использовать с определенными чертежами. При этом вашей конструкции не только становится сильнее, в некоторых случаях меняется что-то там бла-бла-бла. Хорошо. Усилениями мы с вами поставим. Но здесь, здесь, внутри, на корабле, чего у меня там хватает, так это задание. Зал переговоров виткон. Вот. С Кандросом на Нексусе или связавшись с ним с бурью. Вот это я могу сделать. Также по карте галактики надо бы пройтись. А вообще, вообще, мне кажется, если мы сменим уровень, то тут тоже хватит задания. Я говорил, видишь, научный зал. Не задание, это, блин, локация. Что же я путаю это все время? А что, все-то? Да, да, заданий больше нет, что ли? А, нет, подожди, 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 это же мы на корабле... Не на челноке, это на челноке очень много заданий будет. Добро. Базаря там, Лекси. Что ж, с ними можно поговорить, по идее, спуститься, но не очень хочу. Я не думаю, что там чего-то мы добьемся этими разговорами. Давай, виткон. Тиран Кендрес, да, свяжемся с ним, наконец. Уже давно хотел, я помню это даже. Круто, у нас свой штурмовой отряд есть. Маунтаус стоила, зашибись. Проверить доступное задание для ударных отрядов у меня. А-а-а. Так, здравствуй, Лекси. Все-таки поговорю с тобой, ну-ка. Да, я слышал. У меня есть психологиста, чтобы сказать, что это у нас есть проблемы. Ам... Маунтаус стоила, что это у нас есть проблемы. Почему ты думаешь, что твой папа выбрал эту специфическую память? Это было, где его путешествие к Андромеде действительно начало. Эти события начали твою семью на новый путь. Да. Спасибо, Лекси. Мне кажется, хорошо, поговорить об этом. Отличный разговор. Как ты думаешь, что команда держит? Мне ничего не интересно, потому что... Потому что это никак не связано с тем, что мы сейчас делаем, да? Не хочу забивать себе голову. Так что подойдем, наверное, к научному центру, посмотрим исследования. Оружие, броня, усиление. Вот они. Воздушная смазка. Почему я посмеялся? М? Ответ в комментарии. Оружие. Во время парения 35% скорострельность, во время парения 35% к техническому удару. Я частенько, знаешь, подпрыгиваю и начинаю парить в воздухе, оттуда наношу удар. Так что, может быть, вот эта воздушная смазка мне нужна? Даже нет. Даже воздушный оптимизатор, чтобы урон добавить, да? Боевое и оружие. Давай вот это сделаем. Исследовать. Угу. Воздушный оптимизатор. Исследование завершено. После исследования проекта оружия или брони, их чертежи добавляются в раздел разработки, где их можно будет собрать. Исследовав улучшение, вы получите одну копию улучшения и сможете находить идентичный ему во время заданий. Собственно, разобрался. То, что мы сделали, это на самом деле обычный ресурс, только из графы усиления. Вот он, воздушный оптимизатор. Здесь написано, что это компонент, который внедряется в чертеж предмета. То есть, допустим, если у меня будет здесь, я так полагаю, в научном центре, да, какое-нибудь исследование брони, какого-нибудь, не знаю, нагрудника там и так далее, то я смогу вроде как внедрить вот эти вот усиления. Вот. С продажами не парился, только утиль продал, остальное пока оставлю. Ничего страшного, в этом я не вижу. Окей, я тут разобрался с заданиями и прочим. Ну, мы сейчас находимся на своем корабле. Здесь вот есть Кэлла и Суви. Я с ними говорить не буду. Давайте воспользуемся картой галактики и посмотрим, куда мы с вами сможем упедрючить. Обзор системы, наверное, да? Вот, смотрим. Смотри, здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Здесь. Короче, так-то, если подумать, очень астероиды. Очень хера всего. Хону. Давай воровим, H-276. Полетели туда. Можно это дело пропустить, но сейчас посмотрим, ладно, а потом, наверное, пропускать будем, когда надоест. Да? Так, полет нормальный. Еп, мы на месте. Аномалия на датчиках. Активирует сканер. Ну-ка, давай. Обнаружена аномалия. Вот она. Так, запускаю зонд. Полетел, родной. Что это тут? Спутник у нас обнаружен. Идентификатор Nexus 0900G. Энергоснабжение 84%. Диагностика базы данных. Готово к загрузке. Состояние функционирует. Анализ. Научный спутник наблюдения, отправленный первыми исследователями на ЭОС. Выполнение задания было прекращено после неудачной попытки колонизации ЭОС. Но спутник собрал цены данные. О, H-276. Окей. Получены научные данные Млечного Пути. Круто. Окей, сюда давай-давай. Сейчас все планеты посетим по-быренькому. Посмотрим, что туда как. Сейчас посмотрим H-060. Что нам подарит, что нам покажет. Только, может, что-нибудь найдем. Привлекает обломки из поезда стероидов вокруг пифея, что приводит к образованию множества полевых колец. Частые столкновения с метеоритами обогатило H-60 никелем. Но они же усложнили добычу. Короче, тут либо ничего, либо я тупо не нашел. Так что плевать. Погнали к следующей планете. Пеле. Хотя надо было к западной дальней, наверное, метнуться сначала. Ну ладно. Пеле, так Пеле. Здравствуй, Пеле. Ты мне что покажешь, что расскажешь. Приливный нагрев и бомбардировка объектами из поезда стероидов вокруг пифея усилили вулканическую активность на Пеле. Наличие метана в верхних слоях атмосферы также является причиной зноя на поверхности планеты. Ну и, по сути, здесь больше нихера-то и нету. Опять же. Следующая планета тогда. Следующая. Давай западная. Что-то на нук мне этот мозг парит. На нук так на нук, да? Погнали. Слава богу, сном, почему можно пропускать всю эту анимацию полета? Прикинь, как раньше это было просто бесячо. Так, на нук это водородно-метановый газовый гигант. Обломки на его орбите наводят на мысль, что здесь побывали кеты. Но здесь тоже нихера нет. Пифе и прогресс 8.7. Окей. С на нуком тоже все понятно. Так, хонсу. Или как он там? Погнали. Ну-ка. Хонсу, чем ты поразуешь? О, что-то обнаружено. А, так они мне говорят, когда обнаружено все. Благодаря климату... Видишь, Пифе прогресс 93. Сейчас найдем, короче, будет 100. Благодаря климату странным образом мягкому... И при такой высоте орбиты и богатым ресурсам хонсу стала кандидатом на роль шахтерского ванпоста. Однако из-за ее неожиданно изрезанного рельефа рассмотрение вопросу пришлось отложить на неопределенное время. Так, давай запустим зонд. Ну-ка, что тут у нас? Ух, полезные ископаемые залежи бериллия. 144 бериллия мы взяли. Металл, отлично подходящий для изготовления легких конструкций. Месторождение готово для разработки. И в Пифе все, все на 100% изучено. Вот как это делается. Оказывается, достаточно легко. Это хорошо. Здорово. Отлично. Здесь все закончили. Давай уходим тогда сюда. Ну вот смотри. Вот. Чжен Хэ. Кое-что личное. Первый удар. Нексус. Пфайфер. Здесь очень много всего. Очень много всего. Это круто. Давай сюда. Чжен Хэ. Тут много заданий. Так что, да. Я думаю, это будет полезно. Но здесь уже перелет пропустить нельзя. Так как это достаточно долгая процедура и тяжелая. Так что понаблюдаем за этим. Ничего страшного. За прыжком. Между системами. Так, не вопрос. Изучу сам. Можно, конечно, сразу метнуться на Нексус. Любой элемент. Так. Махуань. Давай. Махуань. Метнемся. Да? Так. Махуань. Мы на месте. Ну-ка. Есть тут что? Махуань в основном стоит из водорода и метана. Относительная близость к Нексусу делает планету главным местом для разрядки двигателей. Планируется построить станцию по сбору гелия. Дальше. Дальше. Это не напряжно. Это не напряжно. И всегда интересно, что найдем, да? Узнать. Узнать это. У аномалии на датчиках. Вот они. Вот они. Найдена аномалия. Так. Давайте про планету сначала прочитаем. Планета H599, имеющая характерное кольцо, служила местом встречи на ранних этапах исследования космоса Нексусом. Пилоты по-прежнему используют термин «полет к 99-му», когда говорят о коротком путешествии с многочисленными опасностями. Так. Спускаю зонт. Так. Место крушения. Это обломки корабля, ребят. Объявлен пропавшим без вести и считается потерянным. Креатида. Хм. Креатида. Очень красивая. Креатида так-то. Очень. Креатид серьезно повреждена и дрейфует в космосе, но можно разобрать ее на запчасти. Давай. Очень много всего, смотри, мы нахватали. Это круто. Так, здесь больше ничего нет? Да, больше ничего нет. Ладно, уходим. Так, следующая планета. Гунь-жень. Погнали. Гунь-жень. Так, Гу-жень. Гунь-жень. Ла-ба. И что у нас тут? Гунь-жень это маленькая, но знойная планета. Причиной жары частично является сокрушительная атмосфера, состоящая из азота и углекислого газа. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ледяное кольцо планеты когда-то было небольшой кометой. Ничего себе. А потом она расхерачилась, короче, и по орбите разлетелась. Так появилось это кольцо. Круто. Так, ладно, с этой планеты тоже все понятно. Фейсинь, ты следующая? Полетели. Так, изучение новой планеты. Приступаем. Аномалия на датчиках. И тут у нас... Вот оно. Так, Фейсинь. Это экстремально жаркая планета с фулканической активностью, плотная атмосфера из углекислого газа и этана покрывает богатую железом поверхность с залежами кальция. Ну-ка. Заряжаем зонд. И что мы видим? Вулкан. Этот вулкан недавно извергался. Необычайно высокая сила тяжести. 3,2 Джоэля на Фейсине. Говорит о том, что лавовый поток локализован и может представлять исследовательскую ценность. Забираем. Новый уровень. Достигнуть седьмой уровень. Круто. Очков навыков плюс 4 у нас. Нахватались. Нахватались. Опыт дохера, да, с этого получили. Это очень круто. На Фейсине больше нет ничего. Так. И да, Джан Хэ полностью изучена. Наш путь лежит на Нексус теперь. Пора. Пора, пора, пора. Слушай, здорово, здорово. Начинаю вроде как что-то там, да, понимать. Уже хорошо. Итак. Смотри, сколько много заданий. Ранее пробуждение. Чистого листа. Система бонусов криостаза. Кое-что лечить. Первый удар. Первый убийца. Тропа. Героя. Очень дохрена всего. И это здорово. Встуковочный отсек. Погнали. Да. Да, да, да. Быстренько, быстренько, быстренько нас, пожалуйста, на Нексус. Супер. Сеоса прилетели. Я думаю, мы выполняем задание на Нексусе, а потом, когда вернемся на ЭС, то там уже будет больше простора для изучения из-за того, что радиации станет меньше. Должно быть так, по крайней мере, по моему, какому-то такому планцу. Красивый Нексус все-таки. Очень красивый. Мне нравится, как здесь все устроили. Очень прикольно. Так, так, так. Все верно. Чего, блин, налетели. Саякс, Кендроса's aid. Они все хотели увидеть тебя. Реальная надежда. Это было время. Они снова устроили путь. Это то, что мы делаем. И ты сделал это прекрасно. Профессор Хирик, да? Что ты достигаешь с этой ремнантной вултой неопреседентной путь. Немножко. Спасибо. Но новое научное таланство, что восстанавливает эти мистерии. Целый Нексус будет полезен. Аугуст Брадли будет обучать это. Он новый мэйор. Брадли. Я его знаю. Слышно, как хороший парень. Да, вроде действительно толковый парень. Крутая фраза почему-то прям доставляет. Чего вы встали? Нас окружает целый новый мир. Офигительно круто. Итак, мы на Нексусе. Но продолжать будем следующей серии. Получился вот такой хороший вброс. Очень-очень крутой. Мне нравится. Так что, я думаю, вы не успеете соскучиться по Mass Effect. И мы продолжим. Кстати говоря, после прохождения Андромеды я вернусь к прохождению оригинальной трилогии. Так что с Mass Effect мы надолго, ребят. Эта атмосфера космического приключения у нас будет просто в крови дико впитана. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, комментарии. Про мой второй канал, Гондол. Тоже не забывайте. Подписывайтесь туда. Смотрите там ролики. И смотрите прохождение тут. А также стримы на Твиче. Увидимся. Дальше круче, ребят. Пока.